Приветствую друзья, с вами Изидыч и я хотел бы вас спросить, а не скучаете ли вы по штурмовке? Я думаю все помнят как убрали бомбовый прицел аркадный, который позволял делать очень ювелирные сбросы, но оно и понятно и я даже сказал бы правильно. Но чуть погодя, также еще и занерфили в хлам многие ракеты и как вы знаете хвары, рэсы, они стали ну очень ненадежными, нужно попасть невероятно круто и точно и задеть какой-то важный модуль. Ну к примеру боеукладку и то не факт, что она сдетонирует. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что больше всего от нерфа ракет выиграли немцы, потому что в основном для данных задач использовали пушки МК-103, а там уже давно ничего не менялось. Но друзья, не стоит забывать, что у нас имеется послевоенная авиация с новыми, более серьезными и эффективными ракетами. И это например МИГ-15, сегодня я как раз отлетал для вас на МИГ-15 немецком, который предлагает возможность выбрать одну из трех ракет, либо для штурмовки, либо для уничтожения воздушных целей. Разумеется, ракеты для воздуха абсолютно бесполезны, но что касаемо ракет для штурмовки, они очень даже интересны. Так что забиваем на воздушные сражения, где идут бесконечные политушки и погони от края до края карты и идем в совместные бои. Чтобы сразу перейти к сути дела, используем старую добрую тактику с быстрым захватом точек. Да, я думаю многие из вас помнят, как это все происходило, как я это все реализовывал. Она потеряла актуальность в свете этих событий, которые произошли с изменением возможностей ракет. И все же, друзья мои, оказывается, что например для того же МИГ-15, который у нас сегодня в видео, все это очень даже работает. Но теперь имеются некоторые дополнения. Если вы производите ранний захват точки, то у вас не будет сразу хватать очков на взятие МИГ-15 с необходимыми ракетами. Нужно еще какое-то время поиграть в салочки с вражескими танками, и вот только тогда вы сможете себя реализовать как штурмовик. Но возможно это и правильно, потому что действительно давало летчикам серьезные преимущества, и вот эта вот тактика с захватом точек, особенно на зенитках. Вот представляете сколько бомбления, как сказал один мудрый философ, все любят убивать танкистов. Воистину это так, и поэтому сегодня мы будем чтить его заветы. После захвата точки я играю на ружке, как приманка, и помогаю леопарду, который едет вместе со мной, неплохо так поформить. И вот теперь, когда я освободился от всех этих земных проблем и возвысился, можно выбрать конкретные ракеты. С5К, советские неуправляемые ракеты, которые имеют кукулятивную боевую часть, вес в районе 3 килограммов, и, друзья мои, бронепробитие в 150 миллиметров. Из вышесказанного можно сделать вывод, что они в основном дыроколят, и у них нет какого-то серьезного фугасного воздействия на цели, поэтому здесь нужны конкретные попадания в конкретные места, и вот тогда будет какой-то эффект. К сожалению, в этом бою противник практически полностью сдулся, и напоследок я успел найти лишь одну зенитку, которую смог наказать одним хорошим попаданием, хотя делал не один залп на всякий случай. Добавлю то, что у нас имеется 16 таких ракет, и это, конечно, плюс, но с другой стороны, уничтожение зенитки это еще не показатель. Идем тестировать дальше. Как же давно я не попадал на карту Волоколамск. И слава богу, потому что это те еще марафоны. Заметьте, я нахожусь возле церкви, поэтому точно не вру. Оооопс, доигрался. Срочно отъезжаем, заодно прикурим, пока идет ремонт. Кажется, пожар. Если шо, это не я. Ну все, пора отправляться в путь. Все, с ушей весла меня унизил РБТ-5. Можно дальше не играть. Ну ладно, с кем не бывает, но самое интересное, мы смогли вылететь на Миге, при том, что никого не уничтожили. Как-то хватило очков. Ладно, продолжаем тестировать наши С-5, видим противника 64-ка попадаем им в крышу, и ваншот! Вот! Вот это ракеты! Хотя нет, раскрываю вам подробности, на самом деле, в этой 64-ке критованный был последний практически член экипажа, и походу мы его уничтожили. В общем, повезло. Далее зенитка, заходим на цель, даем залп, и, кстати, зенитка развалилась в первом же попадании, хотя на самом деле я их делал несколько. Отмечу, что эти ракеты точно летят, ими легко попадать, но этого недостаточно. Сейчас мы их протестируем в полигоне на тяжелом танке ИС-4. Итак, заходим на цель, даем залп, кстати, наводимся практически на противника, чуть-чуть правее или левее по прицелу. О, критуем пулемет, все, враг небоеспособен, самый главный крит, который можно нанести вражескому ИС-4М. Заходим еще раз, разворотик, противник, я думаю, сейчас недоумевает, что ему делать с пулеметом, но это уже не важно, потому что второй крит, я уверен, будет еще страшнее. Так, залп, обалдеть, мы ему поцарапали краску возле маски орудия, теперь он задумается над своим поведением. Зайдем еще раз, конечно же, ребята, двух попаданий мало, бог любит троицу. Сейчас заходим, еще раз разворачиваемся, 150 мм, я напоминаю, 150 мм бронепробития. Гусеница, она покраснела, теперь он насторожится. В общем, все понятно с этими ракетами, против тяжелых танков они ни о чем, зато дальше идут С-21. Вот здесь, друзья мои, 118 кг веса, 90 с лишним миллиметров бронепробития, это просто настоящая катастрофа. Ракеты, которых всего две, они огромны, но скидываются поочередно, сначала идет левая, потом правая. И в отличие от С-5К, они не просто дыроколят, а реально бахают, и сейчас вы в этом убедитесь, собственно, как и я. Заходим на цели, а не где-то здесь, вообще, как вы высматриваете цели, это еще отдельное искусство, но вы к этому привыкнете. Вижу две цели, запускаю левую ракету, потом правую, заметьте, как я беру прицел, даблкил, минус два топовых танка. Вот так вот, друзья, работают С-21, потрясающие ракеты, довольно мощные, и самое удивительное, при своем весе, у них довольно неплохая точность. Отмечу то, что по второй цели не было прямого попадания, там ракета легла рядом, но этого было достаточно, чтобы противника сдуло к чертям, вы представляете, тупо осколками убило. Но на этом мы не заканчиваем, потому что Сейбри еще в небе, раз уж развлекаться в совместных боях, то по полной. Заодно и почистим воздух от противника, дальше можно без конца летать на филд, брать новые ракеты, и это говорит о том, что авиация, именно штурмовая, полностью не умерла. И МиГ-15 наглядный этому пример, у него есть два типа ракет, и оба варианта реально работают, оба подходят для своих особых задач. 16 ракет С-5К, чтобы отдараколить противника, или просто сделать два плевка и уничтожить два танка мощными ракетами, это вам к С-21. Такие дела, друзья, на этом заканчиваем, поддерживайте видео пальцем вверх, пишите, предлагайте следующие темы для видео, для каких-то там тестов, прочего. А если решили задонатить, ну хотя бы делайте это по ссылочке в описании под видео, чтобы у вас была скидка на донат в Улитка Шопе. На этом я прощаюсь, всего самого хорошего и отличного настроения, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok